День лицейского и гимназического братства по всей России отмечался 19 октября. Леневская гимназия этот день для своих воспитанников старается сделать памятным и приятным. 19 октября, посложив все традиции, у нас в России отмечается замечательный праздник, день лицейского и гимназического братства. И уже 212 год сегодня отмечается в России этот замечательный праздник. Вот и в нашей гимназии эта традиция сложилась уже много-много лет. На следующий год мы будем отмечать юбилей гимназии, торжественно и, естественно, в виде праздника. Ну, а здесь обычным у нас сегодня праздник, как всегда, открывают у нас интеллектуальные салоны для каждого класса. Первый урок был, ребята, значит, были познавательные игры, викторины, что, где, когда. Либо это был познавательный урок, путешествие в страну знаний. Но это праздник для всей гимназии, сегодня все ребята пришли нарядные, потому что, ну, это наш родной праздник, где, будем говорить так, что это праздник творчества, праздник мудрости, праздник дружбы, единения всего коллектива, потому что это праздник, естественно, не только ребят, но и взрослых коллектива, которые на протяжении многих лет вкладывают все возможное в наших воспитанниках, весь свой талант, профессионализм для того, чтобы, ну, будем так говорить, чтобы набирать с каждым годом по лестнице идти и набирать высоту, участвовать во всех мероприятиях, давать, как говорится, новые и новые, открывать таланты, ну и радовать успехами и родителей, естественно, своих наставников и прославлять гимназию. Я хочу сказать, что мне очень приятно, что вот сегодня даже бывшие гимназисты поздравили с Днём гимназии. Я думаю, что то, что мы вложили в ребят, они несут это и по жизни. И уже вот даже приятно то, что уже наши воспитанники привели своих детей сюда, в школу, и уже приятно с вчерашнего дня уже родители подходили, уже поздравляли с праздником. То есть, значит, эта традиция заложена, она будет продолжаться. И наша задача сделать так, чтобы действительно сохранить эти российские традиции и, естественно, приумножать славу своего учреждения и делать всё возможное, чтобы наши воспитанники были самыми успешными, самыми конкурентоспособными и воспитанными людьми. 19 октября – один из самых любимых дней в году для гимназистов. Ежегодно он наполнен только положительными эмоциями и яркими моментами. Особенно памятная эта дата становится для первоклассников. Их ожидает официальное и торжественное принятие в гимназисты. Целый праздник специально в их честь. Как и любое другое мероприятие, началось торжество с главной песни страны. Гимн в гимназии поют все вместе. Гимн в гимназии поют все вместе. Гимназия поют все вместе. Славься, страна, мы хотим за тобой. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муст. Хотя бы несколько строк стихотворения известного ученика Царско-сельского лицея Александра Пушкина должен знать каждый уважающий себя гимназист. Это начало истории становления лицейского братства. На торжественном открытии заведения присутствовал царь Александр I с семьей. Всех лицеистов поочередно представили государю. Ближе к вечеру взрослым был подан обед, а детей угостили десертом. Первоклассники с большим интересом узнают общую историю и постигают внутренние традиции гимназии. У учебного заведения есть свой флаг и гимн, свои правила и обычаи. Зелень, омытая свежестью роз, каждый из нас здесь окреп и подрос. С мудрым наказом учителей каждый по жизни шагает смелее. Желтый подсолнух цветет круглый год, новых друзей себе он зовет. Яркому солнцу открыт он всегда и не страшит никакая беда. Синий, зеленый, желтый цвет, успех и удача на тысячу лет. Зернышки в подсолнушке, верные друзья, и везде и в радости, как одна семья. Успехов, удачи, веры в себя пожелала первоклассникам директор гимназии Эльгиза Латфулина. В этом учебном году гимназия приросла 38 новыми учениками. Все они сегодня в праздничном зале. Нарядные, взволнованные и счастливые. Посмотрите на меня, вот какой счастливый я. В первый класс уже хожу и с ребятами дружу. Выполняю все задания, меня хвалят за старания. Ежедневно по утрам заниматься надо нам. Мы с доски не сводим глаз и учитель учит нас. Гимназистами мы станем с неба, сотня звезд и станет. Сегодня обещание любой из нас дает. Прилежно заниматься, всегда идти вперед. Пусть мне скажут молодец, чтоб гордился мой отец. Торжественную клятву гимназиста зачитывают выпускники. Первоклассники произносят лишь общее «клянемся», но слова клятвы внимательно слушаются и остаются в памяти. Клянемся писать и читать его прилично, и францы носить хорошо и отлично. Клянемся! Сюрпризом для собравшихся стало видеообращение к первоклассникам, записанное самыми первыми выпускниками гимназии. Это они в свое время придумали гимн и флаг учебного заведения. Они стали основателями традиций, которые чтутся гимназистами и по сей день. Ребята, любите гимназию так, как мы ее любили и любили. Уважайте и ценитесь своих преподавателей. Принимайте активное участие в жизни гимназии. Защищайте ее имя и право называться громким именем гимназии. На репиатах и конкурсах. Образование – это ваша сила и фундамент. А наша гимназия дает отличное образование и открывает своим выпускникам дорогу в светлое и удачное будущее. Перед ребятами долгий и не всегда легкий путь школьной жизни. Но рядом всегда будут родители, внимательные учителя, верные друзья. Гимназия станет вторым домом. Мы живем в Дорогино. Меня перевели, меня не переводили. Я учусь тут, потому что в той школе, которая в Дорогино, мало учителей. И я стала тут учиться. Здесь сложнее учиться, чем в школе, но я не хочу переводиться. Потому что тут добрые учителя, мои друзья. Гимназия, в принципе, это школа, которая отличается множеством традиций. Это не только посвящение в гимназисты, хотя я тоже этот момент помню. Это мы каждый год перед Новым годом ставим новогоднюю сказку. Выпускники у нас ставят, у нас проводятся ежегодные ярмарки, деньги с которой идут на благотворительность и помощь другим людям. Поэтому это масса традиций, которые помогают сплотиться коллективу и сохранить в нем добро. Я считаю, это важно для современного поколения и в целом для детей. В этом году выпускаешься, с какими чувствами будешь вспоминать? Ну, с добром, с улыбкой на лице, с ностальгией, с грустью, возможно, в каких-то моментах. Первый год обучения самый памятный. Все для первоклассников в новинку, и кабинеты, и уроки, и другие учащиеся. Чтобы день посвящения в гимназисты стал еще более ярким, администрация школы пригласила ребят в Страну чудес. И это стало лучшим подарком. Химические опыты с использованием сухого льда привели детвору в восторг. Да, это у нас уже будет четвертый поток. У нас были третьи и четвертые классы. И сейчас мы ждем первоклассников, чтобы провести их не забывая мероприятия. И поздравить их с посвящением в первый класс. Ну, ребятишки как? Очень рады. Ребятишки в восторге. Просят еще, ждут еще. Зовут в гости. Веселая химическая лаборатория смогла подарить ребятишкам настоящий праздник. Свой первый день гимназиста они будут помнить всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова